вчера издали в одессу но об этом будет отдельное видео чуть-чуть простыл потому как там тепленькая там уже снег весь растаял везде лужи промочил ноги сегодня получаем такой он досящий голос сегодня видео не об этом сегодня видео о другом друзья всем привет сегодня будет очередная порция трешничка это трешнички собраны с разовых осмотров потому что цельной истории законченной здесь нету здесь есть просто осмотр но смотр и осмотр мало кому интересен но есть такие смотр и которые интересны и вот сегодня мы сделаем эту историю для того чтобы она была интересной поехали очень интересный аттракцион найди живую камри 40 за 9000 и у нас в эту игру не любит ни один эксперт игра потому что живых камри в среднем до 12000 можно даже не смотреть но заявка оплачено человек очень верит то что машина действительно классная значит по официальной версии она слегка притерта по правой стороне едем осматривать едем выяснять вы не собственник этого автомобиля и вы ее такой купили ну тут не не так давно файла по крылу не стоит это крылышко на месте то есть оно вышло сюда по зазорам бампер тоже ну образно говоря далек от идеала скорее всего там ловушка бампера сама сломалась сопли из антифриза где-то она при прикипала притертая сбоку нагнувшая крышка так ну по двигателю по двигателю отсюда вам соплей я тоже не вижу царапина замазана карандашом ее кстати можно шлифануть полирнуть и почти не будет видно если нормально приложиться стекла мы вы меняли лобовое задние а заднем что было задние она просто треснуло от местного не всего с утра бампера я красил туго идет крыша так стойка стойка у нас бывали то что она совсем чуть-чуть была притертая ну реально маловероятно также торпеда предлагаю на просто ставить эту машину покоя в каждой профессии есть издержки от серёга только что прислал видосик сейчас его включу такие фотки вот эта фотка есть посмотрите еще вы не дадите ее не читать не посмотреть не подъемника правильно понял все спасибо вот такие вот издержки когда продавцы не хотят нам подборщиком показывать автомобили к осмотру это у нас такое очень часто и я сразу же вспомнил историю в виннице и у меня она есть в архиве еще достану и покажу 13 августа виница тойота корова корова верса изначально внешний вид и сейчас я обойду и пойдем дальше по кругу смотреть по плюсах минусах недостатках этого автомобиля так ну и наверно традиционно для акта осмотра я покажу показания по покраске для того чтобы если мне потом заполнять акту чтобы я не вспоминал где чего куда и как элементов которые отнимались от кузова я имею ввиду снимались двери я не увидел то есть она вся целая она вся живая как минимум в каких-то залетах она не было проявляется уже такие вот элементы коррозии вот это вот побито это от ремня безопасности когда люди выходят вот так его оставляют классу дверью и потом появляется вот такая легкая беда а можно личные вещи ну смысле сумку свою заберите если вы не против а вот идете ли вы смотрите машин перед тем как что-либо делать я подошел и сказал вы можете снять зачем комментарий снимите там царапины посмотрите я снимать запрещаю и винница площадь победы под памятником самолета не знаю как он называется какой-то истребитель смотрящие в небо и вот прям под этим памятником мы только что встречались с парнем который продает автомобиль toyota corolla versa заявленный пробег там 207 тысяч километров как практически идеальные есть легкая царапина на бампере значит из подозрительного сразу когда мы говорю вы же не против если подключусь почитаю электрические блоки автомобиля для того чтобы установить его действительный пробег потому что откровенно говоря та книжка которая он предоставил вызывает у меня очень большие сомнения написанная она одним почерком стоят разные печати стоят разные подписи но почерк у этой книжки 1 у меня естественно сомнения я можно подключусь нет нельзя вот не ни в коем случае я поясняю что мы не будем смотреть этот автомобиль если мы не подключимся к электрическим блоком предлагаю поехать на официал он пока зависает думает типа вроде бы официал ничего страшного не будет там-то люди точно знают что делать а я пока осматриваю дальше автомобиль я успел обойти буквально один круг и вижу что машина из заявленного легкая царапина по бамперу не соответствует действительности передний бампер у нее смещен тоже побит поцарапан причем что справа что слева левое крыло чухнутое правое крыло чухнутое задняя дверь тоже имеет подертости причем до металла закрашенная лаком кисточкой для ногтей эти что девчонки пользуются прокапано как это называют якобы сполируется но по факту я понимаю что она нифига не сполируется плюс там есть вмятины которые действительно можно убрать бесконтактно заявлено что машина не крашена заднее правое крыло удар шпаклевка потрескалась а это что а это не я вот как обычно дальше речь зашла за резину по факту у нее вот 6 даже чуть чуть меньше остаток миллиметра ну выглядит тем более тут надо вот свежий ну и посмотрим на год 16 год 35 неделя ну свежие такое понимание то есть четыре года резине для кого-то это свежая для кого-то уже откровенные хляки ну позиционировал как резина очень новая хотя по факту там чуть меньше 6 миллиметров остатка дан сезон допилить хватит но то что она новая это не соответствует действительности под капотом перемотана синий изолентой патрубок который идет к омывателю стекол он очень сильно натянут и не засовывается в свои крепления все перемота на синий изолентой кронштейны двигателя они ржавые до такой степени что от него уже куски ржавчины отваливаются через эти ржавые обойму просматривается то что там есть некая резина подобие подушки в общем состояние машина и очень ужасно и вот буквально несколько минут парень продавец говорит так стоп ребята никакой съемки хотя перед тем как я пришел я ему говорю что этот автомобиль нужно будет осмотреть для парня с белгороднестровского я его посмотрю и потом я сделаю легкое видео вы не против да нет конечно смотрите но когда дело дошло до подключения электрических блоков дядя включил задние говорит вообще что это за цирк я не разрешаю снимать свой автомобиль ну я покорно согласился я же не мучаю людей ну соответственно делаю свои воды в общем вывод бита заднее правое крыло у нее было хотя заявлено ни одного украшенного элемента уже ржавый левый порог не очень хорошее состояние заявленного и парень очень побоялся что на официале что моим диагностическим оборудованием подключиться почитать этот прекраснейший автомобиль ну выводы говорят сами за себя значит есть что скрывать мы не станем настаивать бог ему судья флаг руки барабан на шее и пусть возглавляет толпу идущую победе коммунизма имеем на первый взгляд классную ауди ну по крайней мере по бюджету стоит она 9000 там какого-то 2008 года если мне не изменяет память с пробегом в 200 и что-то там 19-20000 на суть важно я не верю в этот пробег но я не могу его доказать не могу потому что везде все во всех блоках один в один все пробеги ну в общем я понимаю что он там крученый но двигатель работает нормально nokia и скручена там пару сот километров об этом заказчику сказано с виду по кузову машина вроде бы классная целая есть там несколько покрасок поэтому не буду утомлять не буду показывать 8 сентября audi a6 вот кстати редко когда на крышке остается сам тепла в общем изоляция значит по машине все четыре двери крашены по двигателю слегка потеет турбина заглушенный клапан егер но это парень его глушил то есть тут уже сразу понимаем что вырезанный сажевик антипризе ничего не плавает но в общем пока пока реально очень неплохой вариант значит по ошибкам что у него как раз дочитала так панель управления индикации какие-то неисправности сейчас глянем сейчас я выключу для того чтобы во первых было тише пока читается состояние салона в нее очень ну такое неплохое вот самое мрачное место в салоне я сейчас покажу это слегка затертые подушки написано 212 тысяч я честно говоря сомневаюсь вот просто сомневаюсь насколько сейчас попробуем узнать установка адаптация а это я понял блок управления адаптивного круиза откуда тут адаптивный круиз нету адаптивного круиза это видать как какая-то кривая прошивка у нее стоит отрыгнулась то чего нету в мае месяце у нее 25 мая блок управления контроля двигателя шина данных у них тут додаткова сигнализация встречи не дополнительной сигнализации нету но 5 мая на пробеге в 206 тысяч был легкий недочет так блок управления парковка парктроники все работают был наверно момент когда после дождя залила и трошечки трошечки 29 06 не работал задний не постоянная ошибка периодическая имеется ввиду у меня есть предположение что залили парктроник во время дождя и была ошибка но была она на пробеге в 209 тысяч 20 29 06 так читаем дальше что здесь есть так медиаплеер понятно наверное должна быть навигация она и не видит а нет задние клавиши за липают механические поломки где-то тут есть сидите вы наверно нэйм телефон нажимается ситукар навигация не во время мне кофе принесли но спасибо так значит зависание каких-то клавиш залипания имеется ввиду где-то долго они были а вебаста здесь не работает свеча накаливания здесь кончилось вебаста свечи меняли я просто бачу шоу в лютом у на шоу строке видрыгнула казала не хочу вебаста решили вопрос действительно в лютый какой там я февраль месяц был у нее запорный клапан подачи охлаждающей жидкости при температуре 41 градус тоже в тот же день подклинил и не постоянная ошибка но из-за этого не было преобразования пламени в то же 20.02.20 дальше навигационная система что у нас с навигацией я все логи сохраню скину носитель данных диска у нее нету в навигации поэтому с навигацией тут трабл центральный модуль управления комфорта ну я думаю это центральные замки просил аккумулятор сейчас конечно посмотрим но это частая ошибка такая бывает сейчас читает читает что он читает если я зажигание выключу вот это я блин дал стране угля так есть пошел читать лампа верхнего стоп-сигнала была сломатая замыкание лючок бака был замечен то что он не работал 31.08 то сейчас он наверное уже не работает лючок бака топливный сам привод сломался акустическая система содержит неисправности какие неисправности микрофонный блок а тут дополнительный вынесен то есть старый микрофон кончился и здесь на гвоздик он пригвоздили сторонний штатный микрофон здесь не работает так наверное все это дело сохранить и 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 дальше едем на подъемник потому как парень утверждает что машина классная вот только она с СТО обслуживал ее всегда любил лелеял хайлеял классная машина поехали шаровая верхняя ее уже а это не нормально она тоже шатается но не так не она шатается это уже вообще выпадает а здесь нужно сделать пояснение для тех кто не знает что такое многорычажка вот когда она начинает стучать в ауди вот эти вот все восемь рычагов должно застучать тогда когда ей будет полный алис а так ее в принципе не слышно чем и хороша эта подвеска поэтому если ехать по неровностям то особо слышно ничего не будет но по факту ходовой там уже нету ой как чудно завернутые болты тебе как ее снять просто если ее выровнять она может отломаться так суппорта ну как минимум не болтаются очень большая выработка на диске то есть когда докатывают колодки понимаем что нужно менять будет еще и диски турбина в говне и в масле ай конденсат на ухо капнул ой запасные провода короче нифига у нее не 200 тысяч я думаю у нее здесь соточка скручена как за здрасте хотя хотя за машиной иногда следили до этого пузом челгалась везде где только можно загнутые болты вот здесь это где-то очень очень мудренно она челгала пузом нет у нее сожевика в принципе они предупреждали что его нету хотел было я с этой стороны снять пластиковую защиту а здесь от нее остались одни уши в общем остатки защиты есть а самой защиты нету но держа в руках шуруповерт и понимая что типа у нас есть защита но в то же время ее нету как то так как то так ооо тут счастье а что есть масло на ней ну а ну а ну масло нету 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 я уже вижу о стоп справа есть слева вебаста вебаста ну по крайней мере она здесь присутствует о улучайзинг висит в виде дополнительного хомута блин но турбина уже печальная ростик я думаю не надо снимать патрубок турбины мы и так видим что ему пипец имеем сопливую турбину которая она не то чтобы потеет с нее уже капает масло и вот это вот все масло которое есть на защите это именно с патрубкой турбины бампер здесь наверное не ее потому что есть какие-то отметки которых при заводе быть тут точно не должно откуда у нас масло непонятно где-то что-то сочится не течет ведрами но а это кстати может еще и нет не похоже чтобы с турбины так хорошо посмотрим отсюда на турбину все в соплях все в говне все в соплях и все в говне в общем если сюда лезть то наверное уже сразу надо и натяжители менять и успокоители и всю остальную хрень по техническому состоянию вопросы есть но я думаю в 300 тысяч километров которые приблизительно то что я вижу потому что для 200 слишком как-то слишком как-то много уже всего то есть либо эта машина нарядно под хвост получала и раз склеилась у нее турбина либо же что-то туда в крыльчатке попало значит по двигателю у нее вырезан сажевый фильтр заглушен клапан EVR есть у нее куча ошибок они не активны и не в памяти машина достанется с конкретным геморроем вроде бы ничего страшного возьми да поменяй ходовую но только ценник этого автомобиля к сожалению 9000 а это не максимальная цена это не минимальная цена это нормальная цена но в моем понимании это завышенная цена поэтому человек не захотел торговаться я не знаю чем закончилась эта история взяли эту машину или не взяли но мы ее не рекомендовали потому что заказчик покупатель ну как минимум пристроится евро на 700 когда он поменяет всю ходовую а это уже немножко должен быть ценник ниже а дальше был разовый осмотр автомобиля hunday Tosan как часто его называют но в моей широте чаще всего называют либо тушканом либо тюксоном в общем правильно Tosan ну окей пусть будет Tosan машина внешне идеальная ну вылизана так что просто красота под мотором все вымыто чисто хорошо нигде вообще ничего не видно ни одного потека нифига машина выглядит классно поэтому внешку не показываю потому что она действительно изумительная едем на СТО и смотрим вот этот вот автомобиль из-под низу цена данного экземпляра если мне не изменяет память то 9800 могу вот здесь в цифрах ошибаться то ли 9600 то ли 9800 но практически под десятку и машина заявлена как от одного владельца хотя по факту когда я приехал к парню он мне все как на духу рассказал то есть это парень он перекуп но такой из разряда ответственных он рассказал все говорит вот что знаю все рассказал дальше еще сам потому что нифига про машину не знаю вот что делал мотор помыл там подтекала в районе турбины вымыли все хорошо ничего не видно вроде бы не течет значит все классно там стоит дополнительный сепаратор на солярку не знаю зачем это приблуда нужна но тем не менее стоит по салону отхимчистили помыли по подкрашивали выглядит класс выглядит изумительно пробег ну за пробег была улыбка ну конечно же да конечно здесь почти родной пробег сколько не сказал но и не сказал что скрутил ну вот такой вот лояльный уход был попросил ему не показывать едем на сто и на сто была ну такая ситуация от которой даже он был слегка изумлен так и фарбовано блин шо ж не везде подкрасили так типа готовили готовили и не доготовили танцевали и не помнялись да танцевали и не танцевали это же специальные торцы так что багато выдаёте хлопцям что они так робля так что салет да все покрасили все подготовили только не докрасили все типа классно все типа хорошо но ой конденсат ляпнул так в общем вымыли его да масло чуть-чуть подтекает так а шо у нас тут тут у нас все покрашено шо у нас сверху турбина у нас сухая да хоть шо то хорошо да 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 коробка 2008 как то вроде и хорошо для восьмого но то что течет это уже не хорошо ее штука вот только только помыли ну с одной стороны хорошо не будет весь мотор в говне в масле а только есть понимание того что надо скидывать коробку ну да и менять а так в общем то полуося я смотрю у нее не текут официальные нет все сухо все везде комфортно ну как то передняя часть у нее вообще не ржавая а вот сзади 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 так кардан мы уже дергали тут нифига ну как минимум повод для торга и то он и хороший показать полухлопной так то она в принципе чистая ну если хапануть то сажи здесь более чем предостаточно вот есть подозрение что у нее катализатор нахрен выбили в смысле сажевый фильтр вот эту вот штуку да там уже там уже никто не живет а так очень неплохо ну коптит он чуть-чуть да проезжая вперед заодно сейчас и коробочку пощупаем так вот она как тяжело заводится д 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 и завелась запустилась простите левая да по переду что я прослушал по порядку надо было сайлентблоки очень желательно по левой стороне есть на переднем передний задний переднего рычага передние саленблоки да там поменять разу все четыре там они по трескалась не то что там порвали они по трескали их надо было поменять я также не знаю чем закончилась эта история потому что моя задача была рассказать все недостатки этого автомобиля и естественно 9800 для этой машины дорого потому как ее подкрасили вот если ее смотреть без СТО визуально пробежать по кругу класс видно хорошо человеку не знающему ну ничего он там особо не увидит это залезть посмотреть обратить внимание здесь есть один такой очень хитрый немаловажный момент который нужно не забывать человек когда покупает обязательно с ним кто-то должен быть рядом потому что человек покупает эмоции он видел эту машину снаружи все беру и на это рассчитаны большинство а вот то что с машиной внизу ну это узнается потом уже в процессе эксплуатации машина была куплена на эмоциях но альфа ромео это машина которая в принципе никто никогда никому не продаст все вот есть тема вольвоводова есть тема любителей альфа ромео так вот там они братья и причем даже не двоюродные там все с украины очень близко друг друга знают и альфа ромео это оно это вот машина которая она действительно офигенная она очень красивая что внутри что снаружи минус того что нет подстаканника и эта машина которую купил и хрен когда продаж ты с ней будешь ездить ну разве что по бросовому ценнику но по тому ценнику который он выставлен эта машина уже точно не уйдет это был наш саша оператор не знаю будет он это вставлять или нет но тогда мы еще друг друга не знали вот такое покупка эмоций в рамках одного кабинета где есть три человека и бомба попала именно туда что купили машину на эмоциях машины иногда ломаются они болеют и болеют до такой степени что в принципе у одного из наших экспертов кончился мотор не будем рассказывать причины просто умерла машина потому что она была старенькая назовем это так и сразу стал вопрос о том что надо купить новый автомобиль бюджет шесть с половиной тысяч долларов ищем октавию мы просмотрели большое количество автомобилей тот откровенный трешняк который видно по фотографиям и его откинули сразу но то что достойно внимания в этом бюджете я понимаю что он занижен но тем не менее было принято решение поехать и посмотреть если здесь сто шестьдесят восемь тысяч то есть испанский лечек тут я же вам сказал тут повеселивалась как своя машина с семьи и вся людина ну то есть надо записывать и можно бить в реп ну в репу бить сложно а что у него тормоз горит никто же не душит аккумулятор садится вся торпеда увенчана всякими прилифонами полагать не могу та ну педаль блин аж до мяса стерта не я предлагаю а приборка ё-моё не втрачаем марную час валим отсюда машина реально закрашенная аж до нельзя официально у нее ход открашена слегка только правое крыло попасно она вся кривая вся мазаная неудачно она чуть-чуть стоит тоже вариант следующий но этот чуть-чуть получше вот это крыло у него заваленное крошки вот так сзади причавленный на зимней резине тоже крашеная и то и то крыло в общем катался наш виталий ну практически две недели по всей украине по разным областям разным городам по итогу машину купили ну это правда совсем не октавия это четвертый гольф но машина живая машина классная и она действительно была с подтвержденным пробегом слегка со скрученным пробегом в сорок тысяч ну сорок тысяч что такое дело это еще терпимо мы понимаем хотя бы сколько скрутили но тем не менее это была самая живая машина и он принял решение покупать ездит по сей день история была по-моему весной этого прошлого года уже дальше была очень забавная история забавная тем что я парню не вовремя выписал документы и мне пришлось половину денег за осмотра дать ввиду того что у меня просто банально не было времени но теперь практически полгода спустя я все-таки добрался до этого автомобиля и есть что показать по этой машине америка слегка с левой стороны притертая смотрим ну вот здесь вот вот грубо говоря вот так вот я нащупал да возьмите поймете ближе к этому вот чувствуете там толстая вот вот это шпаклевка вот это пипец как плохо то есть это все надо сбивать ну я так понимаю что мы ее не вытянули не смогли ну ее вытягивали нет ее вытягивали то есть она вытянуто следы ремонта я увижу да то есть вытягивали ее то есть много вытянули но не все да ее не вытянули хотя можно было бы зато здесь сухая турбина здесь рычаг уже идет здесь не шаровая вот этот вот рычаг то есть шаровой если найдете отдельно пыльник класс можно поменять пыльник если тут уровень есть оно сейчас должно пойти да если оно не пойдет это плохо я думаю пойдет есть есть с моей стороны да все оно должно быть розовое оно здесь уже черное ну горелым еще не воняет но менять его уже надо по итогу эта машина как мы понимаем она не притертая она ударенная хорошо подушки стреляны они не восстановлены вопрос геометрии кузова тоже под вопросом мы хотели загнать ее на стенд развальный для того чтобы посмотреть в какой плоскости стоят колеса но тогда 3d развал был занят а наш который рядышком он бы не справился с этой функцией поэтому развал мы на этой машине не смотрели но там уже было понятно что машина так себе сколько она стоит я не знаю но это друг продавал другу потому что видать один друг уже очень устал засовывать денег в этот дорогой volvo а другой друг не знаю чем это все закончилось ну в общем вот такая вот история Nissan Qashqai очень популярная модель 119 тысяч родного пробега заявлено только крашеный один бампер и крашена задняя левая Nissan Qashqai ну вот мы его имеем сейчас я покажу сначала общий внешний вид значит по автомобилю заявлено что крашена одно крыло и крашена два бампера все родное все замечательное машина приехала из Швеции сразу на вопрос покажите шведские документы они в любом случае есть у брокера в вайбере потому что по другому не получится растаможить автомобиль вот так или иначе документы были по номеру автомобиля можно запросто посмотреть его историю почему я задал такой вопрос я увидел подогрев дальше ну крашена не только бампер крашен бампер крыло крашена вот эта дверь так здесь не вижу ничего видны следы от полировки но я не вижу следов покраски бампер вот тоже не стоит на месте мало то что не стоит на месте он уже свежепочуханный дальше вот эта крышка она тоже стоит не в зазор как минимум да здесь тоже то есть здесь эта часть она утоплена вот эта часть она торчит наружу так ну и сейчас смотрим что с ней было да ее отнимали отнимали это видно после дамбл топ половины пистонов нету потому что оно тарахтит пластик весь побитый изнутри салона сейчас я покажу вот так то есть вот оно не прилегает плотно то есть там половины пистонов нету стекло заднее менялось тут я не уверен что камера передаст неровный слой клея но стекло здесь однозначно менялась почему менялась потому что я знаю уже не раз говорил я пол жизни продавал автостекла и долгое время их устанавливал поэтому тут сложно скрыть этот факт так багажник он хоть ровно закрывается ну закрывается да хорошо отрегулировать вот эта часть крашена и вот здесь вот вот здесь вот реально есть даже шпаклевка я может быть конечно ошибаюсь но маловероятно да шпаклевка здесь есть стекла у него все нулевые так ну эта дверь тоже крашеная видно вот здесь вот красили не снимая молдинга сейчас я не знаю возьмем фокус камеры или нет вот здесь когда оклеивали видно что она крашена ну и сразу смотрим блин сори дождь идет намокло да крашена на всякий случай по крыше показывают что крыша не крашеная вот это крыло тоже крашеная вот видно ну с учетом того что нужно огласить человеку недостатки этого автомобиля сейчас звоню все транслирую возможно будем смотреть дальше окей понял принял хорошо ну автомобиль поехал принято решение этот автомобиль не загонять на ходовую часть на осмотр не смотреть электронику потому что ну реально очень мутная история у этого автомобиля на вопрос дай предыдущий номер автомобиля для того чтобы быстренько посмотреть историю не мучиться по вин коду я не подключался к этому автомобилю но я точно понимаю что эта машина она шведская а шведская машина оставляет о себе информацию полностью стереть следы не получится так вот замучившись и посмотрели этот автомобиль через карвертикал она продавалась с пробегом в 295 тысяч а сейчас у нее 119 парень там включил талантливого дурака что я не знаю машину в принципе я продаю я я не в курсе вот начали узнавать номера нету заявлено крашена только бампер и заднее левое крыло по факту крашена вся машина кроме одной двери и крыши и даже стойки крашены видео про карвертикал я обещал видео будет оно сейчас в процессе сборки дело то что там очень трудоемкий процесс там надо выдергивать разные истории с разных периодов и проблема еще заключается в том что отчет карвертикала он действует ограниченное время всего лишь три месяца потом его закрывает сейчас ведем переговоры чтобы нам по открывали те сотни автомобилей которые у нас были трешниковые пока все в воздухе висит ну в общем все скоро будет однажды теплым летним деньком попросил меня один заказчик посмотреть бмв было заявлено что крашена переднее левое крыло и ремонтирован бампер в этой же передней левой стороне окей сказано едем смотрим так ну что я могу сказать про этот бмв у него классные красивые диски хотя он вот здесь вот как минимум это крыло крашеное вот видно ни один слой самой краски зазор здесь такой что палец проваливается бампер такое впечатление что красен где-то в чистом поле с пылесоса капот судя по всему он снимался или же с какой-то разборки почему потому что вот торцы и краешки вот когда капот снимают и ставят вот здесь вот вот эта штука затирается уплотнитель у этого автомобиля такой реально уже подуставший двери что по дверям двери тоже крашеные вот здесь вот видно а судя по вот этой вот штуке то здесь и шпаклевка есть сейчас я попробую сыграть на игре цвета и увидите вот такую штуку задние задние двери тоже крашеные вот здесь вот переход тоже есть так ну бампера то понятно крышка багажника тоже не совсем в зазор стоит по крыше по молдингам правый молдинг у нее стоит нормально вот этот вот вот этот вот он как-то слегка раком стоит не до не до щелкнутый здесь вот его снимали видно отрызочки нет вот стекло PGW это типа Америка но это типа не родное стекло здесь он неудачно отрихтованный или же где-то его зажало когда он стоял где-то придавило каким-то то ли другим капотом крашено не факт что со шпаклевкой но просто крашено и крашено зазоры должны быть по краске толщина должна быть до 140 микрон объективно крашена причем так аж шоколадно крышка такое впечатление что она не крашеная хотя слой говорит об обратном ну вот это можно ли починить хрен знает получится ли хорошо починить когда тут вплавлены куски металла видно что здесь пыль под краской тоже видно что крашена добрый день Николай меня зовут это она с Америки приезжала? в смысле она как давно приехала и что у нее было? 2 года была бита типа под передок есть по подкраске по крыльям она подкраска здесь везде ну не то чтобы подкраска она тупо крашенная и по крыльям тоже? конечно ну смотрите пластик могу снять сейчас обратно поставлю ну тут как бы все равно не все пистоны пока я не вижу какой-то четвертной варки это факт но то что она была вот спереди луплена и сзади крашена это факт я же говорю я взял просто так чтобы ну и для карантин типа как раз да понятно она на вас оформлена или это? в этом году в календарном году первая продажа или вторая? нет это будет вторая то есть соответственно в договоре купли-продажи по полной стоимости фигурировать не будет? я соберу назад ну капот я так понял с разборки здесь стоит да? да да вот это он сказал что капот типа из другой машины он не крашен ну так чтобы зажеваны лонжероны так нет не ну как бы то что она собрана без вот похабно? вот болта не хватает вот здесь чуть неровно стоит ну похабно да собрана похабно но я не вижу чтобы она была сильно вгашена то есть да вгашена собрана плохо так ну подушки у него целые так целые так собираем ну тут все ровненько тут все хорошо хорошо есть герметик есть по самому багажнику тоже нормально просто нормально ну здесь эта машина привлекательная я понял она тем что у нее цена так она крашеная но сказать что она в соплях вся ну нет бросовая цена этого автомобиля и с учетом того что у нее сделан некачественный ремонт некачественный настолько что ну вот фары я сам прикручивал у нее то есть у нее даже фары не прикручены из раз два четыре восемь шестнадцати пистонов здесь стоит только четыре два с одной стороны два с другой не хватает болтов на замках капота в общем машина эта не собрана до конца но у человека стоит задача узнать не собрана ли она из кусков ну четвертной варки кузова или каких-то вмешательств серьезных здесь не было ее надо нормально до собрать вчера завозили этот автомобиль на какую-то стру это было без меня наша задача стоит только выяснить все ли хорошо с лакокрасочным покрытием ну нифига не хорошо но человека это устраивает то есть цена это эфки пятнадцать тысяч ну как бы это реально недорого и в принципе объективно понятно почему если у нее по ходовую по двигателю а на бмв сервис заезжали сказали что там течет только подон опять таки акцентирую внимание я на этом не участвовал то ну такое то есть машина с кусков не собрана это факт покрашена плохо сделано говняно но человека это устраивает поэтому едем дальше друзья хронометраж этого видео уже довольно большой поэтому остальное будет уже в других выпусках спасибо что досмотрели это видео до конца с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока друзья кстати в одессу я ездил забирать автомобиль пришедший скорее если интересная история напишите об этом в комментариях я в принципе не снимал много видео но у меня уже довольно большой опыт если интересно пишите будет спецвыпуск ребят маленькая ремарочка сегодня 24 января был прямой эфир и на инстаграме и на ютубе так вот для зрителей инстаграма он закончился нормально а для зрителей ютуб канала по каким-то техническим непонятным для меня причинам он закончился не совсем нормально и буквально секунд 20 прямого эфира где-то пропало в бездну растворилась и нету его так вот закончу мысль под этим видео оставьте свои вопросы а я дам на них видео ответ в следующем выпуске например в четверг будет выходить какое-то видео а я уже дам ответы на те ваши вопросы на 15 приблизительно ваших лучших вопросов я дам видео ответ для этого нужно под этим видео в комментариях написать вопрос начинаться комментарий должен со слов ну например хочу получить ответ на вопрос а дальше пишите сам вопрос таким образом я буду понимать что именно этот вопрос должен попасть в видео ответ а вам большое еще раз спасибо что смотрели прямой эфир я кстати не ожидал что такое количество людей будет подключено я был очень приятно удивлен вам всем здоровья не болейте как я всем удачи на дорогах всем пока 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 я